Добрый вечер, Гомель, на Беларуси 4 прямой эфир, и я впервые в прямом эфире шью на швейной машинке. Не так все сложно, конечно. Дело в том, что сегодня тема нашей программы — женские увлечения. И одно из самых популярных увлечений, я бы даже сказала, развлечений у современных женщин — это кройка и шитье. Каждая дамочка мечтает иметь в своем доме швейную, современную швейную машинку. При этом производители швейного оборудования утверждают, что современные машинки чуть ли не сами шьют. Ну, я чуть-чуть попробовала, сказать, конечно, сложно. Думаю, более подробно об этом мы поговорим с нашими гостями. Встречайте, у нас в студии магазин «Хобби-шоп». Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень рада видеть вас в нашей студии. Располагайтесь за, скажем так, рабочими даже местами. Я хочу представить наших дам. Это Марина Осипова, продавец-консультант магазина «Хобби-шоп» у нас в гостях. И Олеся Остапенко, преподаватель курса лоскутного шитья. Олеся, вот если мы говорим о лоскутном шитье, то я так понимаю, что сегодня в интерьерах пользуется особой популярностью вот эти интересные, такие несложные идеи каких-то вещей, созданных своими вот собственными руками. И лоскутное одеяло одно из них? Да, на самом деле в наше время очень популярно лоскутное шитье, и этим увлекается весь мир. Мы, кстати, делимся друг с другом опытом между собой. Идеями. Передаем, да. Это очень увлекательная работа и увлечение в то же время. Вы знаете, я должна раскрыть секрет и сказать нашим зрителям, что вот эти чудные лоскутные одеяла, которыми сегодня украшены наши диваны, которые вы видите сегодня вот на этом столе, это все творение рук нашей гости, Олеси. Так что, мне кажется, мы сегодня еще успеем это оценить. На самом деле, вот на мой взгляд, вот пошить такое одеяло из лоскутков, это очень-очень сложно. И создать такой шедевр. Вот одеяло, которое у нас на столе, сколько в нем лоскутков? Вы считали когда-нибудь? Ну, примерно около 250. Ничего себе! 250 лоскутков, это надо все сшить, раскроить, оттюжить. Да. Сложность в том, что если, конечно, сам это все делаешь, да, а если рядом есть преподаватели опытные, все очень просто. Все очень просто. Мы сейчас посмотрим в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, Олеса, сколько времени уходит вот на такой вот шедевр? Например, на занятиях в хобби-шоп на курсах шитья 12 занятий у нас проходят. Значит, мы успеваем пошить подушку, одеяло из 20 блоков, причем здесь 12. Блок, мы расскажем, что это. Да, я сегодня покажу. Ну что ж, я думаю, что сегодня в прямом эфире Олеся покажет нам самый настоящий мастер-класс, научит нас шить модное лоскутное одеяло. Итак, с чего начнем? Рассказывайте. Так, для этого нам понадобятся инструменты. Раскроенный коврик, самозаживляющий, можно так сказать, резак и линейка специальная. Значит, мы сначала, у нас должен быть проект. Мы рисуем его, потом мы начинаем... То есть выдумываем, каким будет наша деяло. Да, да, что мы хотим видеть, подбираем к интерьеру. Значит, потом мы должны подобрать ткани. Ткани нужно качественные желательно, так как мы хотим, чтобы нам изделие прослужило долго. Мы должны к этому очень серьезно отнестись. Ну и чего будем сегодня делать, из каких тканей? Сегодня мы используем хлопок бязь. Предварительно мы ее отутюжили. Покажите нам, пожалуйста. Вот у нас три лоскутка есть таких вот. Ну вот здесь вот я уже подготовила определенные размеры и начинаем кроить. Я сейчас покажу, как это делается. Очень просто. Мы берем линейку специальную и нам нужно лоскутки 10 на 10. Это вместо ножниц? Да. Ну, как удобно. И все. Вот. Замечательно. И все четко. И просто. Казалось бы, очень просто. Пока Олеся нам готовится рассказывать следующий шаг, я думаю, что, уважаемые телезрительницы, вы можете прямо сейчас найти лоскутки у себя дома. Вот таким же нехитрым образом их разрезать и, в принципе, повторять за нами. И, может быть, к концу передачи получится какой-то один блок для вашего будущего лоскутного одеяла. Итак, Олеся, что дальше? Так. Мы должны вырезать 4 квадрата вот такой вот ткани, например. И 4 квадрата второй ткани. Разных цветов. Да, да. В этом весь и смысл. И один лоскуток должен быть вот такой третьего цвета. Выкладываем все это в шахматном порядке. Выложили. Мы видим наш блок. И мы должны это все сшить. Сначала мы сшиваем квадраты между собой. Так вот по порядку. Каждый квадратик. А потом в ряды. Ну что ж. Приступаем. Приступаем, да. Вот аплодисменты для вас. Дальше я расскажу, что мы делаем потом. Сегодня мы не только научимся шить лоскутное одеяло, но, конечно же, и расскажем, что значит такое одеяло в жизни каждой женщины. Также узнаем, как правильно выбирать швейную машинку. Раскроем все секреты боди-арта и модного маникюра. Ну и, конечно же, не оставим вас без ценных советов психолога и фитнес-инструктора. Я напоминаю, что тема нашей сегодняшней программы – женские увлечения. Звоните, пожалуйста, на прямой эфир. Пишите в вайбер, оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте. Какие увлечения выбираете вы, ваши подруги, ваши мамы, ваши соседи, бабушки. Дорогие друзья, что такое боди-арт и кто вообще выбирает такое хобби-развлечение? Об этом сегодня в нашей программе расскажет Алена Пантелеева, мастер татуировки и перманентного макияжа салона красоты «Фатилити». Добрый вечер, здравствуйте. Проходите, пожалуйста, познакомьте нас с вашей моделью, как зовут? Анастасия. Анастасия будет сегодня примерять на себя что-то чудесное и невообразимое. Я так понимаю, Алена, что вы сегодня наконец-то расскажете нам, что же такое загадочный боди-арт. Загадочный – это роспись по телу. Так, красками. Да, красками. Это когда мы можем взять и на себя примерить, что-то сделать удивительное, попробовать, и мы можем это смыть. Это там, где мы можем экспериментировать. Скажите, пожалуйста, кто выбирает сегодня для себя такое увлечение, я бы сказала, развлечение даже? Это даже развлечение. Это когда хочется удивить своих любимых мужчин или наоборот, или просто поиграть с детьми. Это мы принимаем любые образы. Мы видим ваши модели боди-арт, да? То есть это не купальник, это рисунок. Это все, это все роспись, да? Это все роспись. Ничего себе, аплодисменты, дорогие друзья. Можно показать? Вот. Ну, я как понимаю, мы сегодня будем, ну, может быть, не совсем так кардинально менять нашу модель. Чуть-чуть так. Скажите, пожалуйста, что вообще нужно для такого увлечения? Кисточки, желание. Кисточки, на самом деле, очень, можно даже пальчиками. А какие краски используются? Это противоаллергенные краски, которые сейчас используются и когда мы рисуем деток. Ну, все противоаллергенно, аккуратненько, чистенько, и ничего у нас не остается. Это не татуировки. Так. Вот, это там, где мы можем экспериментировать. Давайте пробовать. Скажите, да, а сколько времени потребуется вам вот сегодня, чтобы... О, на это будет что-то такое небольшое. Вот, на большие работы, конечно, хватает. Ну, может быть, уйти от 4 до 6 часов. Модели очень устают, очень. Но это желание. Вот, войти в образ, вот как вы видели, да. Ну, сегодня, в принципе, время нашей передачи должно быть достаточно, чтобы показать возможности, да, современного боди-арта. Да. Ну, что ж, спасибо вам, желаем удачи. Вы знаете, уже приходят сообщения в Вайбере от наших телезрительниц насчет женских увлечений. Вот Василиса, например, написала, не дня без бусинок. Наверное, наша телезрительница Василиса увлекается какими-то жемчугами и бусинками. Мое хобби – роспись стен, заявляет Элла. А вот Алла пишет, что она только-только еще учится шить, но мечтает очень пошить лоскутное одеяло. Спасибо за мастер-класс, очень ждет много, да, сегодня от нашей программы. И задает, кстати, вопрос сразу, подойдет ли трикотаж для лоскутков. Наверное, уже Алла нашла кое-что у себя в закромах и собирается шить вместе с нами. Я бы, наверное, не рискнула с трикотажа бы делать, например, но, ну, все надо пытаться, экспериментировать, почему бы и нет. Если это трикотажная пижама из детства, допустим, да, которая будет навевать какие-то воспоминания в этом одеяле, то почему бы и нет? Можно и попробовать. Все, ко всему нужно подходить творчески просто. Ну, Алла, видите, вот наш мастер говорит, что можно. Ну, а вот Наталья, она сокрушается, говорит, что взялась вязать длиннющий шарф и силы ее уже на исходе. Для вас аплодисменты, Наталья, не бросайте это занятие, у вас обязательно все получится. Кстати, вот красота одно из наших все-таки женских главных увлечений. И поддерживать ее, согласитесь, это особое удовольствие. Ну, например, маникюр. Вот знаете ли вы, какой маникюр будет модным этой осенью и зимой? Ну, я думаю, что это интересно каждой женщине, поэтому пригласила в студию специально Алину Белинскую, мастера ногтевого сервиса салона красоты Фасилити. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста, занимайте места. И, Алина, в двух словах расскажите, как зовут вашу модель. Мою модель зовут Виктория. Очень приятно. И скажите, какой маникюр будем носить в этом сезоне? Простой, с рисунками, вообще, что будет модно? Обязательно будем рисовать. Есть, появился тренд в этом году. Это будут графические, четкие линии, ромбы, квадраты, которые можно компоновать в узоры. То есть подойдет любому возрасту. Любому возрасту, да. Ну, посмотрим. Сегодня наших зрителей ждет еще один сюрприз, как мы и обещали. Поэтому расскажите, что будем сегодня рисовать в прямом эфире. Сегодня мы нарисуем на нашей модели готический пейзаж, готические черепа. То есть готический стиль. Мы подготовили... Это то, что модно сейчас? Это станет модно. Скоро Хэллоуин, так что можете попробовать. Сколько времени вам потребуется для такой работы? Ну, ручная роспись занимает время, поэтому полчаса, может быть, займет. Вот. Посмотрим, как справимся. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня, что называется, рисуем по полной программе. И на теле, и на ногтях. Что из этого получится, мы посмотрим в конце программы. А пока, дорогие телезрительницы, конечно же, следите внимательно за движениями наших мастериц в студии. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш постоянный слушатель и зритель Владимир. Я вас всех приветствую. Спасибо, Владимир. Мы тоже рады вас слышать. И что удивительно, тема женские увлечения. Нам звонит мужчина. Это очень приятно. Слушаем вас. Ну, я для начала и хотел бы восхититься всеми женщинами, которые сегодня в гостях находятся. Спасибо. Боди-арт, кстати, хотел спросить по поводу боди-арта. Вот мужчины увлекаются этим делом или нет? Можно было бы, кстати, воспользоваться этой. Функции для мужчин тоже вот сейчас наблюдаю очень прекрасно. Мастер очень симпатичный. Я так понимаю, вам хочется тоже на женском теле попробовать поэкспериментировать, научиться рисовать? Да, вот что касается мужского тела, можно было бы тоже попробовать, наверное, потому что татуировка это немного иное. Спасибо. Боди-арт, походу, сейчас будет в тренде. И у меня еще такой вопросик по поводу машины. У меня сестра увлекается кройкой шитьем. И вот хотел бы спросить у специалистов, которые сегодня представляют свою технику, вот она как бы не начинающий, но уже практикующий специалист в этом деле. Какую машину ей подарить на день рождения? Так. Какие в ней должны быть необходимые функции? Ну, учитывая то, что она уже не новичок, и вот, что бы ей можно, какую модель можно было бы посоветовать, чтобы она могла практиковать. Ой, как я завидую. Родных и близких, и прочее. Спасибо. Спасибо, Владимир. Вот завидую вашей сестре. Это будет чудесный подарок, да. Потому что каждая женщина действительно об этом мечтает. Давайте расскажем, Марина, что можно вот посоветовать Владимиру. Ну, на самом деле моделей машинок огромное множество. Рекомендую обратить внимание на компьютеризированные модельки. И на самом деле наши покупатели сначала с осторожностью, с опаской относятся к таким машинкам. Но компьютерная машинка это то, что сегодня вот Олеся. Да, да, да. Это та машинка, на которой работает Олеся. Но на самом деле у нее очень много преимуществ. Расскажите вообще, что она у нее? Для, особенно для начинающих мастериц, компьютерный вот микропроцессор, компьютерное управление, это большой бонус. Она сообщает о всех неполадках, допустим, ошибках молодых мастериц. Сама не исправляет? Ну, к сожалению, пока не исправляет. Но элементарно, вы не опустили лапку. Она вам сразу просигнализировала, что как бы вы сделали ошибку. Не поменяли лапку, опять же, просигнализировала, сделали ошибку, как бы вы ее исправили. Вот, то есть для начинающих мастериц это очень большой плюс. Что касается, какие функции? Вот, кстати, мы можем уже показать, да, вот уже Олеся начала шить. Можно медленно шить. У каждого своя скорость, можно быстрее. Вот, вы можете все это регулировать? Да, да, да. В таких машинках преимущество плавная регулировка скорости, на самом деле. То есть это очень удобно. И много, наверное, всяких видов швы. Декоративные строчки. Допустим, если человек увлекается квилтом, вот, то есть декоративных строчек, это очень большой бонус. Ну, что же, спасибо. Дальше мы поговорим о машинке, которая сегодня занимает центральное место в нашей студии. Чуть позже хотелось бы, чтобы Алена ответила еще на вопрос Владимира. Как насчет мужского бодиарта? Готовы ли вы к таким экспериментам? Ой, к таким всегда и с удовольствием. Ну, как мастер татуировки. Но это один из таких отличных способов сначала на себе это примерить, понять, насколько это, вот, что хочу. И главное, что можно экспериментировать. Вот так. Вот так. Вот так. Да, ну, как бы большими масштабами можно здесь как раз-таки пофантазировать, попробовать, поделать. Так что всегда. Спасибо. Спасибо. Действительно, увлечение бодиарта, которое, видите, не только интересует женщин, но еще и мужчин. Да, одна из следующих тем нашей программы будет обязательно. Дорогие друзья, вот Жанна Анатольевна сообщила, что она очень любит вязать и кулинарить. В данный момент вяжет носочки внукам. Замечательное хобби, да. Дарья говорит, что у женщины все-таки главное хобби, увлечение. И главное увлечение – это семья. Ну, что ж, Дарья, это прекрасное, мне кажется, увлечение. Вот, пока всех накормишь, уроки сделаешь, времени на хобби не остается. Очень жаль. Мы далее поговорим, как исправить это. Ну, а Оксана сообщает нам, что они с подругой постоянно ходят в баню. И это для них прекрасное развлечение. Дорогие друзья, вот какие увлечения выбираете вы? Звоните на прямой эфир, пишите в Вайбер, оставляйте сообщения в нашей группе ВКонтакте. Напоминаю, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомели». Мы работаем в прямом эфире. Вот интересно, как подруги и как характер женщины влияет на выбор нашего увлечения. Об этом расскажет психолог сегодня у нас в гостях Ирина Стишинок. Встречайте, пожалуйста. Ирина, добрый вечер. Присаживайтесь. У нас здесь, видите, образовался женский клуб такой. Да, мы тут все делаем и парим. Единственное, не варим пока еще. Скажите, Ирина, вопрос на самом деле очень серьезный. А вот как меняются или, может быть, поменялись за последние несколько лет, десятилетия, вообще увлечения наших женщин? И с чем вы это связываете? Что на это все-таки повлияло? Ну, увлечения наших женщин, конечно же, за последние десятилетия изменились. Изменились, это очевидно, это видно. С чем это связано? Ну, мир изменился. Стремительно. Стремительно. Если раньше была эпоха индустриальная, и мы все знали, что будет завтра, через год, через пять лет и через десять, то сегодня мир меняется настолько стремительно, что устаревает информация, которая была уже вчера. Сегодня новая. И так как сегодня приходит информационный век, и так как приходит много информации, соответственно, рождается очень много увлечений, много хобби, тех, о которых мы не знали. Также, если раньше было популярно кройкое шитье и вязание... И вязание, наверное, больше ничего и не было такого. Больше ничего и не было, потому что... Ну, и на нашем постсоветском пространстве почему это было популярно? Потому что в магазине не очень можно было купить то, что тебе хочется, да? Шили то, что нравится, вязали то, что нравится. то сегодня в магазине можно купить все, кройка и шитье, конечно, остались, вязание, конечно, остались. И в таком, вы знаете, масштабе это все развивается. В таком масштабе, да. Но появились новые, да, новые увлечения, новые хобби, бисероплетение, да. Действительно, раньше об этом не знали дальше. Не было вышивание бисером, да. А, посмотрите, как сейчас называется цветоводство. Флористика, ландшафтный дизайн, это тоже увлечение. Ландшафтный дизайн, домашний дизайн сегодня появилось, то есть люди делают для дома какие-то поделки, картины, украшают квартиру. Люди делают, стали делать своими руками, мыло варят, да, косметику делают в домашних условиях. То есть, ну, можно перечислять до бесконечности новые хобби. А вот как вы считаете, насколько на выбор увлечения влияет темперамент женщины? Ну, знаете, есть такая мысль, на 98% влияет темперамент. 2% остается на возможности, да, которые есть у нас. Но если есть желание, возможности всегда можно найти. Тогда скажите, пожалуйста, какое же увлечение вы порекомендуете, например, ну, скажем так, какое увлечение подходит активным очень женщинам? Активным. Ну, я хочу сказать, что темперамент такая вещь, что в одном человеке несколько темпераментов, да, но есть ведущие. Активные, это скорее, кто у нас, холерик и сангвиник, да, два активных темперамента. Что можно посоветовать холерикам? Конечно, у них, они любят очень много двигаться. Спорт, танцы, фитнес, аэробика, да, акробатика, все что угодно. А также, пожалуйста, конный спорт можно. И, конечно, у них прекрасные организаторские способности. Поэтому театр, организация вечеринок, мероприятий. То есть бесероплетения нет для холерик? Нет, не совсем, не совсем. А кому бы вы порекомендовали вот заняться вязанием, кройкой, шитьем? Вот мне интересно и ваше мнение, и мнение Марины тоже. Да, вязание, кройка и шитье, это скорее, знаете, есть флегматик, да, они более усидчивые, они терпеливые. Это вообще идеальный характер для хобби. Идеальный, потому что они могут долго трудиться и сделать шедевр. Ну, Олесь напоминает такой темперамент? Ну, я думаю, должно у нее быть какая-то вот от флегматика, иначе бы так долго не сидела она. Сколько кусочков здесь? 250 вот в этом одежды. 250, это серьезно. Знаете, я вот хотела бы, чтобы наши зрители еще раз прочувствовали и поаплодировали, действительно. 250 кусочков. А как вы, Марина, а как вы считаете, кому стоит вот заниматься кройкой и шитьем? На самом деле, кройкой и шитьем может заниматься абсолютно любая женщина с любым темпераментом. Вот. Ну, конечно, для масштабных сложных проектов, ну, надо немножко больше усидчивости. Скажите, пожалуйста, а вот, Ирина, как вам вообще идея лоскутного одеяла? Не кажется ли вам, что этот процесс, ну, если можно так выразиться, очень терапевтический, да? Есть такое вообще выражение? Есть такое выражение, есть такое понятие терапии искусства. Мне кажется, что это очень близко, потому что здесь картины, да? Посмотрите любое одеяло, и мы увидим, это не просто сшивание каких-то разных кусочков, да? А здесь видна идея в каждой картине. То есть, когда мастер или в домашних условиях, же девушка, женщина делает для себя лоскутное одеяло, она вкладывает, я думаю, и душу, и эмоции, и чувства. И вкладывая это всё, она, наверное, восстанавливает себя, она прикасается к своему внутреннему миру, восстанавливает свой внутренний мир, становится гармоничнее. То есть, я думаю, что очень терапевтично. Вы знаете, я услышала такое мнение, что лоскутное одеяло должно быть в жизни у каждой женщины, потому что принято считать, что в таком творении заложена вот такая чуть ли не глубинная мудрость, которую женщина может передавать по наследству. Она собирает лоскуточки из разных поколений, от своих родственников, какие-то старые рубашечки, аккуратно на протяжении жизни она шьёт это одеяло. Олеся, вот нам интересно ваше мнение. Вы вкладываете подобный смысл в свои творения? Да, я вкладываю частичку себя, как говорится, душа моя там, да. Стараюсь это выполнить красиво, чтобы людям нравилось. Откуда вообще возникла идея лоскутного одеяла? Когда вы впервые сделали его? Ой, впервые, наверное, у меня зародилась такая идея после рождения третьего сына. У вас трое детей? Да. И вы ещё успеваете лоскутное одеяло. Молодец. Да, да. Благодаря, конечно, помощи мужа и бабушки мы справляемся. А, я думала, муж гладит, а муж, наверное, за детей присматривает. Бабушка тоже. Ну, скажите, пожалуйста, на каком вы уже этапе? Как? Так, вот, как я говорила, мы сшили всё. Теперь мы должны это порезать. Как порезать? А вот так пополам. Мы разрезаем это пополам. Так, показывайте, как. Потом это у нас превратится в совсем другой вид. То есть сначала шить, потом порезать? Да. Вот откуда 250. Вот откуда берутся 250 лоскутков. Мы каждый, конечно, маленький не будем сшивать. Это очень долго. Я понимаю, это, наверное, и есть секрет вот этого лоскутного. Да, очень много секретов. Можно посетить наши курсы и многое узнать. И, в принципе, да, можно научиться это делать. Ну, мы так, основу сейчас попробуем рассказать. Ну, как можно ускоренным методом превратить, например, вот такие простые квадратики в непростые квадратики. Ну, а на что вообще стоит обратить внимание, занимаясь вот такой лоскутной техникой? Мы как бы уже на ткани обратили внимание? Прежде всего, инструменты тоже. Это очень важно. Потому что если у нас, ну, мы можем, допустим, пользоваться обычными ножницами, но мы не сможем такое количество, например, вот около 8 лоскутов, вот, допустим, сразу можно, вот я покажу, что вот несколько слоев ткани, да, ровненько, четко отрезать, да, допустим. Вот мы возьмем. Ну, так, чтобы не жалко, конечно, было. Вот, допустим, мы сложили, мы можем несколько слоев сразу прорезать. Это будет очень ровно. Да, ножницами не получится. Это очень важно в петч-варке. Лоскутном, смотрите, что. Замечательно. Ножницами такое не получится. Скажите, Олеся, что дальше вы собираетесь делать? Так, вот я разрезала на 4 части, у меня получилось. Вот тут я где-то немножко просто... Вот, теперь мы собираем, что нам нравится. Вот берем так вот, крутим, что нам понравится. Вот так нам понравится. Или, может быть, вот так вот. И начинаем шить? Да. И сшиваем так же самое. Вот так сначала, так, а потом... И как интересно получается. Действительно, совершенно другой узор. Да, можно по-разному выставлять. Вот такой получится у нас фрагмент. Ну, посмотрим, посмотрим, удачи вам. Марина, а какая швейная машинка подойдет вот для такого изделия? Скажите, пожалуйста. Ну, для такой масштабной работы, как одеяло в стиле петч-варка, рекомендуется брать машинку с большим вылетом рукава, либо приставной платформы, чтобы область рабочая была... А что такое вылет рукава? Вот у нас такая машинка, представленная. Покажите нам, что такое рукав вообще в машинке? Вот, пожалуйста, вот эта вот часть. То есть она должна быть большей? Да, она должна быть более объемной для того, чтобы рукодельнице было удобнее работать. Одеяло, оно большое все-таки, объемное. И в идеале, если даже будет приставной столик, это будет еще лучше. Вы знаете, вот эта машинка, мы ее называем прозрачная, стеклянная, когда появилась в нашей студии, ну, в общем, она приковалась к себе взгляды всей нашей бригады. Скажите, чем отличаются вот эти две швейные машинки? Ну, машина, на которой работает Олеся, это машинка уже компьютеризированная, автоматическая, очень удобная в эксплуатации. Ты шьет сама практически? Да, ну, это новые технологии, можно сказать и так. Вот данная моделька, это уже образец электромеханика, вот, это демоверсия, такие машинки не продаются на самом деле. У нас на них проходят курсы, да, для того, чтобы наши мастерицы видели, как на самом деле работает машинка. Ой, замечательный образец, мне очень понравился. Скажите, пожалуйста, вот швейные аксессуары, сегодня их такое разнообразие, что просто сложно удержаться, так вот и хочется пойти пошить. Да, на самом деле, в нашем современном мире, ну, душа радуется, что у нас, ну, огромное разнообразие аксессуаров для рукоделия. Только рукодельничай сегодня, да? Да, да, да. Чего только не хватает? Вот, допустим, такие бренды, как Prim, Fiskars, Modera, они радуют своим качеством, как бы способностью облегчать нам жизнь, рукодельницам. Прогресс не стоит на месте, все идет вперед. То есть вот эти резаки, куличи. Да, это очень удобно, и наши покупатели, когда приходят к нам в магазин, они нас благодарят, они очень довольны, очень много мы получаем положительных отзывов, это нас очень радует, на самом деле. Ну, конечно, это же особое удовольствие, любое женское увлечение, тем более такое. Что такое? Насколько вообще популярны у наших хозяек курсы ремонта одежды, кройки и шитья сегодня? Ведь есть же интернет, казалось бы, есть журнальчики, можно учиться. Ну, вы знаете, интернет интернетом, а когда рядом с вами находится опытный человек, который вам может наглядно показать, исправить ошибки те же самые, потому что не всегда в интернете все видно. Иногда кажется, что это так легко, начинаешь делать, и получается совсем не то, что хотелось. А так уже опытный человек все покажет, расскажет, и вы уже будете, ну, больше понимать, осознавать, как бы, поэтому, конечно, популярно. У нас есть такие курсы, как для пэтчворка, ремонт одежды на швейной машине, постельное белье, приданное для малыша. Приданное для малыша, прекрасно. Это все, всему этому можно, в принципе, научиться на курсах. Да, да, конечно, да, это вот у нас проводит Алиса, она все это делает очень замечательно, как бы он... Сегодня с такими курсами она пришла, может сказать, в нашу студию, в прямой эфир. Спасибо большое. Дорогие друзья, желание быть красивой все-таки диктует самое популярное. Женское увлечение – это уход за своей внешностью. Вот что необходимо знать каждой женщине о красоте и современных тенденциях по уходу за собой? Об этом расскажет наша следующая гостья. Встречайте, Наталья Руденкова, косметик-визажист салона красоты «Фасилити» у нас в гостях. Добрый вечер. Присаживайтесь на наше лоскутное одеяло. Вы видите, как у нас сегодня уютно, красиво. Все для того, чтобы наши женщины выбирали для себя интересные хобби и увлечения, рассказывали нам об этом. Наталья, ну, расскажите о главном. Зачем современной женщине ходить в салон красоты? Ну, значит, современный мир диктует серьезные условия, и поэтому наши женщины стараются отрадно видеть, что они посещают салон красоты, чтобы выглядеть красивыми, ухоженными. А мы знаем, что ухоженный внешний вид – это залог нашего настроения, нашей трудоспособности. И мы знаем, что мы выглядим, как чувствуем, а чувствуем, как выглядим. Вы знаете, я бы хотела, чтобы это знали еще и наши мужчины, дорогие мужчины. Вот запомните, вот золотые слова. Женщина как выглядит, так себя чувствует. И если ваша женщина что-то делает не так, может быть, да, вот ее пора в салон красоты отправить. И нашим женщинам нужно совсем немного, чтобы мы знали, что да, совсем немного для того, чтобы мы выглядели красиво, чувствовали себя любимыми, желанными. Ну, вот для этого. Настоящий женский клуб, как мне нравится сегодня. Спасибо. Спасибо. Как вообще часто, вот, если серьезно, как часто стоит женщине действительно приходить в салон красоты, к специалистам, чтобы они помогали ей за тобой уходить? Ну, скажем так, не настолько, чтобы мы так полагали, что там 365 дней в году, там надо забыть про все на свете, бежать в салон. Нет. Безусловно, это постоянный труд дома, в домашних условиях. И время от времени, конечно, есть, значит, домашние процедуры есть такие, которые необходимо дома делать. Но время от времени необходимо посещать специалиста, салон красоты, чтобы подкорректировать свой уход, чтобы в зависимости от, в общем-то, проблем кожи, от возраста, от желания самого клиента, ну, от времени ее свободно, тем более, что безусловно, безусловно. А что предлагают современные салоны красоты, вот, чего все-таки мы не можем позволить себе в домашних условиях? Будем так говорить, настоящие женщины, вот, сейчас, современные женщины, вот, все научились делать сами, очень много, по крайней мере, есть. Если не все, то очень много. Салоны красоты, по крайней мере, предлагают те процедуры, которые невозможно сделать в домашних условиях. Уходовые процедуры, серьезные, значит, аспекты, такие, как корректировка возрастных изменений. И если кожа проблемная, безусловно, необходимо под контролем специалиста что-то делать, что-то подкорректировать. Настолько часто, ну, насколько требует это внешний вид. У нас есть телефонный звонок, мне подсказок, по-моему, для вас. Да. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Так, Анна. Я из Комеля. Так. Скажите, хочу узнать, можно ли вернуть натуральный цвет волосам? Я делала амбре, я сама брюнетка, мне их осветляли. Так. Очень хочется вернуть все назад. Можно ли это сделать и где в Комеле можно это сделать? Подскажите. Спасибо большое. Вот видите, увлечение женщины красотой. Сначала брюнетка, потом блондинка. Мне бы что-то подсказывать, что можно, в принципе, сегодня это все сделать. Конечно, можно. Обратиться в салон красоты, к специалисту, проконсультироваться, показать свои волосы. Как называется такая процедура, когда возвращают цвет? Возвращают цвет? Да. Свой, родной. Есть ли у нас? Есть, наверное, название. Есть, наверное, название. Ваши салони делают подобные процедуры? Делают, делают, конечно. Надо посмотреть структуру волоса. Насколько давно окрашен был волос, насколько интенсивно был окрашен волос, чем окрашен, качество краски, потому что мы знаем качество, ну, как бы, краски достаточно много. А вот вы знаете, мне кажется, это вот хороший как раз-таки пример в продолжении нашего разговора, что в домашних условиях мы не все можем, в принципе, сделать, если мы начнем исправлять и возвращать родной цвет. Наши девушки-рукодельницы сами много чего делают, делают сами творческие, трудятся над собой дома, а потом мы исправляем, мы исправляем то, что можем, рекомендуем. Может быть, не делать этого дома, может быть, все-таки, прежде чем что-то делать, надо проконсультироваться с нами. Откуда вы вообще знаете о новых процедурах, о новых методиках, специалисты салона? Знаем, знаем, а как же. Если чтобы развиваться, чтобы двигаться дальше, необходима учеба, причем постоянная, регулярная, посещать семинары, мастер-классы, посещать какие-то мероприятия, ну, не какие-то тематические, вот, и это делать нужно регулярно. Последнее такое мероприятие, помните? Было, конечно. Несколько дней назад я вернулась из Минска, там было республиканского значения, скажем, уровня, серьезной конференции в косметологии, посвященной вопросам современной косметологии и связь, как говорится, с возрастом. Возрастные аспекты поднимались, проблемы старения, ну, в общем-то, об этом нужно говорить много, это тема другой передачи. Давайте поговорим, давайте поговорим вот о чем. Какие новинки и эксклюзивные вот услуги доступны сегодня гомельчанкам в салонах красоты? Доступны современные услуги, новинки. Мы знаем, что, в общем, постоянно в моде это ухоженный хороший цвет лица, новинки в зависимости от сезонности, в зависимости от потребности кожи, это все надо, ну, в общем, консультироваться со специалистом и в связи с тем, что необходимо коже, в общем, слушать. То есть одного крема сегодня мы уже много об этом говорили, недостаточно. В принципе, да, специалисты могут помочь сохранить молодость как можно подольше. Это хорошая тема, это настроение человеку, опять-таки, вот, разного характера, разные люди, и тема такая, что помоги себе сам, все равно к этому нужно стремиться и отрадно понимать, что гомельчанки наши ходят в салон красоты, следят за собой, ну, от этого выглядят лучше. Спасибо, спасибо большое. Дорогие друзья, у нас есть сообщение в Вайбере. Вот Марина очень восхищается нашим художником боди-арта, если можно так сказать. Сорока, замечательный пример выразительной росписи тела, обожаю боди-арт, спасибо большое. Это вот для вас, да, для вас, Алена, это сообщение. А вот Стас, Стас, опять же, интересуется, как стать боди-арт-художником. Я же говорю, вот, наши мужчины, по-моему, для них это вообще увлечение подходит замечательно, да, они очень хотят, наверное, рисовать на женском теле и спрашивают, действительно, возможно стать художником боди-артом? Конечно. Что для этого необходимо? Можно просто уметь рисовать или хотеть рисовать. Для начала хотя бы учиться рисовать, да? Ну, да. У меня сразу другие мысли появляются, знаете, в голове, да? Ну, Стас, мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос. Алена, скажите, для чего вообще используется такое вот рисование на теле? Для чего? Для кого? Ну, первое веяние, откуда это пошло, это были фотосессии. Это была как бы картинка, но тело. И тело, и картинка одновременно. А потом как бы образы, потом это были спектакли, мини-спектакли, куда использовались как бы боди-арт. Вот. А дальше это фотосессии. Все, ну, как-то, стали как-то ближе начали это воспринимать. Кто, получается, становится вот вашими моделями чаще всего? Ой, и в основном это люди творческие, могу сказать честно. Это музыканты, художники, мультипликаторы. Тот, кто таким образом, наверное, самовыражается. А мне кажется, вот, знаете, дорогие наши телезрительницы, да и телезрители, мне кажется, что, в принципе, любая жена таким образом может удивить своего мужа. Почему бы и нет? Нарисовать что-нибудь необычное, ну, точно удивиться. В принципе, это и для мужчин подходит. Почему? Мне кажется, замечательная идея. Скажите, пожалуйста, Алена, вот кожа, она не страдает от такого увлечения? Нет, нет. Как часто можно рисовать на одном теле, если можно так выразить? Ну, во-первых, это тяжело немножко выдержать, если это что-то большое, конечно. Ну, можно, как хочется поэкспериментировать. Здесь нет ограничений. Берите, экспериментируйте, удивляйте. Вы знаете, мы уже видим, что-то такое восхитительное получается. Скажите, долго ли вообще хранится такой шедевр? Нет, недолго. Мы хотели сделать что-нибудь подобное, как бы порадоваться вашей студии. Да, все в цветах. Да, и мы хотели вот как-то вот совместить. Ну, не знаю, можно вполне на работу завтра так сходить. Ну, да, судя по... Даже неплохо. Спасибо. Спасибо, не будем вас больше отвлекать. Вот мне очень интересно, Наталья, какая услуга этой осенью пользуется особой популярностью у наших женщин? Этой осенью такой же, как и в прошлой осенью. Когда наступает осенняя холода, наступает впереди зима, до самой весны можно заниматься. В общем-то, всем, чем захочется женщине, как обычно называется. Будьте нормальной женщиной, будьте обычной женщиной. Прически, маникюр. Прически, да, омоложение, процедуры, эксклюзивные программы омоложения, антивозрастные программы. То есть, по настроению, по желанию, по возможности клиента. Мы идем навстречу каждому клиенту. У нас, в общем-то, и бонусы, и одним словом, то есть, приходите к нам. А вы знаете, вот качественные услуги, они же обычно обходятся недешево. Можно ли утверждать, что ухоженный внешний вид, это, в принципе, для женщины дорогостоящая такая вот вещь сегодня? Можно утверждать, можно утверждать, и будем так утверждать, потому что эта процедура, то есть, эта услуга никогда не была дешевой, ни в какие времена. Красота всегда ценится. Безусловно, да. Мы можем поддерживать домашними процедурами себя, но, тем не менее, время от времени наши дети. Вы знаете, есть вопросы от зрителей, вот интересуются, в чем преимущество вашего салона перед другими, спрашивает Ольга. В чем преимущество? Мы находимся в центре города. Так. Мы доступны, и, пожалуйста, девушки знают те клиенты, которые к нам приходят, в общем-то, регулярно, постоянно. Они находятся в базе наших постоянных клиентов. Преимущество, прежде чем клиент приходит к нам, звонит, записывается, консультацию получает. И индивидуальный подход, я так понимаю, это можно так назвать. Безусловно. Варвара, наша телезрительница, задает вопрос, в Вайбере какой модный, популярный макияж сейчас? Можно как-то ответить так коротко? Можно, можно, можно классически. Всегда был модный, популярный макияж. Это свежий цвет лица, свежеухоженная кожа. Всегда была как основой для классического макияжа. Вы знаете, вот интересное вообще сообщение приходит от наших телезрителей. Кто-то любит собирать пазлы, сообщает вот Ольга. Кто-то, опять же, ссылается на то, что есть хобби и не одно, времени только не остается, семья, работа, семья, работа. Кто-то любит фотографировать. А вот Рая очень интересное сообщение прислала. Без хобби жизнь была бы скучной. У меня хобби чудесным образом совпало с моей работой. Я мастер маникюра и сейчас с любопытством смотрю вашу передачу. Спасибо большое, Рая. Кстати, насчет маникюра. Действительно, Алина, скажите, пожалуйста, как часто вообще гомельчанки делают сегодня искусственные ногти, если можно вот так сформулировать вопрос? Часто. Эта процедура из моды не выходит и вряд ли выйдет. Набирает обороты. Потому что в этом есть свои плюсы. Если клиент хочет быстро получить длинные ногти, ничего другого не остается. Плюс можно исправить форму своих ногтей. Да. Делать их более изящными. То есть эта процедура, она есть. А скажите, пожалуйста, какие услуги являются сегодня более востребованными вот в этом ногтевом сервисе? Конечно же, покрытие гель-лаком. Это, я думаю, тоже долго задержится в нашей работе. Это очень удобно. Свежий маникюр три недели. То есть, ну, то, что... Ничего не беспокоит. А какая из современных технологий, Алина, самая безопасная? Сегодня это все-таки важный вопрос, когда мы говорим о красоте и о здоровье в том числе. Ну, из безопасных процедур, если говорить о минимальной травматизации кожи, то это будет европейский маникюр. Европейский маникюр. Давайте расскажем для тех, кто не знает, что это такое. Процедура происходит без использования режущих инструментов. То есть, кожу повредить нереально. Используется специальный ремовер, который наносится на область кутикулы, размягчает ее. Специальной палочкой мастер отодвигается. И никаких щипчиков. Да. Сереги, все. Ну что ж, многим женщинам эта процедура знакома. Мы сегодня еще раз просто напомнили об этом. Спасибо, аплодисменты для вас. Мы надеемся, ваши рисунки там сейчас в полном разгаре. Мы продолжаем нашу программу «Женские увлечения». Тема программы. Вы знаете, дорогие друзья, французские психологи выяснили, какие женские увлечения привлекают мужчин. Привлекательным, интригующим и сексуальным в глазах мужчин выглядит женское вождение. Пускай мужчины ругают женщин за рулем, но такие женщины все-таки выглядят сильными и независимыми. А для представителей сильного пола это еще и настоящий вызов завоевать такую женщину. Активный отдых на втором месте. Большинство мужчин предпочитают активных девушек, которые легко могут пойти на пикник, пожить в палатках, покататься на велосипеде, не задумываясь над тем, как же это отразится на их маникюре. Путешествия занимают третье место. Очень нравится мужчинам это хобби, поскольку этим увлечением они могут заниматься вместе с женщиной. Чтение с девушкой, которая много читает, мужчины считают намного интересней. Вы знаете, рукоделие также входит в привлекательное для мужчин хобби. Любые подделки кажутся мужчинам просто воплощением небывалого мастерства, на которое они, например, не способны сами. Ну а далее уже идут стрип-дэнс, гимнастика, конный спорт, кулинария и рисование. Вот что удивительно, кулинария занимает где-то там одно из последних мест. Ирина, а вообще можно сделать вывод, что увлеченные женщины в принципе нравятся мужчинам? Вот из такой вот статистики. Конечно, конечно. Увлеченная женщина, у нее, наверное, глаза горят. Ей нравится то дело, которым она занимается, ей нравится то хобби, она чувствует себя очень хорошо, гармонично. Ну как же мужчине не понравится женщина, которая улыбается, которая уверена в себе, которая любит то, чем она занимается. А вот скажите, повезло той женщине, наверное, чье хобби не становится поводом для постоянных споров, ссор в семье. Вот как быть, если все-таки твое увлечение иногда раздражает домашних? Это очень интересный вопрос на самом деле, потому что он имеет двойное дно. Иногда домашних раздражает не само увлечение женщины, а возможно им не хватает и внимания женщины, да, потому что она больше внимания уделяет своему хобби. Поэтому здесь нужно поговорить искренне, да, и может быть, как-то привлечь домашних к своему хобби. Вам муж помогает? Олеся. Да. То есть вы никогда его своим шитьем не напрягаете? Ну, не было таких вопросов, но внимания, конечно, может быть, немножко недостает, но, в принципе, он меня во всем поддерживает, советует. Вот, может быть, вот так вот сделай, может быть, вот так вот сделай, да, это очень важно. Да, то есть привлекая, задавая вопросы какие-то, даже попросить о помощи, мужчина будет чувствовать себя увереннее, нужнее, да, и, может быть, тогда вот вопросов о хобби просто не будет стоять. Это психологический момент, но я хочу еще сказать, возможно, есть физиологический момент, да, то есть, если хобби женщины связано с запахами, может быть, мужчине просто обоняние у него чуть сильное, ему не нравятся запахи, надо просто узнать, что не устраивает, да, или, может быть, аллергия на домашних животных, она любит разводить котиков, собачек, да. Ну, а бывает же так, что мужчина просто требует к себе постоянно повышенного внимания, ведь есть же и такие варианты, да, и, мне кажется, в таком случае он никогда не примет ни одно увлечение женщины. Надо разговаривать, разговаривать надо, да, друг с другом. Алена хочет добавить что-то, да? Нет, нет, полностью. Полностью согласна. Просто разговаривать. Ну что ж, хорошо. Скажите, пожалуйста, как у нас с лоскутным одеялом? Я смотрю уже. Да, да, оно мне так быстро получилось. Вот, например, я, может, кто-то забыл, вот было у нас вот так вот. Вот мы его разрезали пополам. Так, и сделали... И вот такой вот вариант получился. Можно, конечно, с таких же лоскутов только переместить их немножко по-другому, получится вот так вот. А как сшивать вот эти вот детали? Обычным стачным швом. После того, как мы стачиваем... Покажите, пожалуйста, нам обычный стачной шов, чтобы было понятно. Я попрошу оператора в наших дачах. Вот он, стачной шов обычный. Потом мы просто подходим на утюжок и заутюжим. Давайте покажите. А, вы просто с какой стороны это делаем? Мы когда прошили, мы это просто заутюживаем. Заутюживаем. Заутюживать лучше с лица, потому что нам виднее, как ложится ткань. Правильно? Вот, все. Потом, когда у нас все швы разутюжены, мы уже просто разрезаем, как я уже рассказывала, и выкладываем нам нужную конструкцию. Допустим, нам нравится или такая, или такая. Все, и сшиваем так же самосточным швом. Скажите, сколько таких блоков надо для стандартного вот одеяла? Ну, опять же, это зависит от нашего проекта, от нашего размера. Какой бы мы хотели размер. Например, у нас кровать 2 на метр 60. Мы рассчитываем все это. Может быть, 20 блоков, может быть, и меньше, еще больше. То есть, все фантазия как бы наша. Вы говорили, что у вас ушло на это одеяло 3 месяца? Вот это? Нет, это в течение трех недель пошло. Вот это 3 месяца, на котором... Да, там просто ручная работа, фетр приходилось. Каждый стежочек вручную. Дорогие друзья, это не одеяло, это какое-то произведение искусства. Можно использовать, да, в самых разных вариантах. Если прохладно, если жарко. Очень красиво, действительно. Можно на природу даже взять. Спасибо большое. У вас еще есть время что-нибудь сделать и показать в ходе нашего эфира. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Фитнес – секретное оружие каждой женщины, согласитесь. В борьбе, особенно со стройной фигурой. Вот как увлечь себя фитнесом? И популярны ли сегодня спортзалы у наших дам? Мы поговорим об этом сразу после рекламы. Что может быть прекраснее женского увлечения? Вот такая тема нашей сегодняшней программы. И у нас есть телефонный звонок. Предлагаю послушать наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте. Большое вам спасибо за тему вашей передачи. Она очень важная и нужная. Я хочу рассказать о своем увлечении. Как вас зовут? Елена. Очень приятно, Елена. Очень приятно. Слушаем. С недавнего времени мое увлечение – это туризм. Туризм по Белоруссии. У нас очень красивые места. И этим летом мы сплавлялись с группой товарищей на Катамаране, по Березине и Днепру. Вот призываю всех, кто сидит в студии, кто слышит сейчас, ни в каком возрасте не поздно найти себя, ни в каком возрасте не поздно найти свое увлечение. И вы не поверите, как меняется жизнь к лучшему, и как хочется жить, творить и просто быть счастливым. Ой, золотые слова. Спасибо вам большое. Эти аплодисменты для вас вот прям подстегнули, да. И туризм, кстати, очень интересное увлечение. Я с вами полностью согласна. Особенно наш, белорусский, кстати, да. Действительно, мы недооцениваем иногда то, что вот прямо вот у нас и рядом с нами. Спасибо еще раз за этот телефонный звонок. Дорогие друзья, ну а далее в нашей программе одно из очень любимых женских увлечений. Это фитнес. Я хочу пригласить в студию Анастасию Шкрапову, которая не просто фитнес-инструктор, а чемпионка страны по этому самому фитнесу. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Анастасия. Ну, самый главный атрибут после швейной машинки – это, конечно, мячик, да, у наших женщин сегодня. Скажите, вообще часто женщины выбирают для себя такое хобби? Да, часто выбирают, поскольку здоровый образ жизни нынче в моде, и каждый хочет быть красивым и здоровым на протяжении долгих лет. А какие направления самые популярные у гомельчанок в спортивных залах сегодня? Вы знаете, наверное, разные. Все зависит, наверное, от темперамента, как прежде говорилось. Часто посещают женщины и девушки йогу. Это очень популярно. Сегодня, так. Это очень популярно сегодня, да. Или какие-то активные, более активные виды деятельности, там, аэробика, либо это плавание, любой вид спорта, либо активность нынче популярна. И женщины очень рады, что они к этому подвержены и придерживаются. Анастасия, скажите, пожалуйста, как же побороть лень? Или, вот, скажем, другие какие-то причины, которые мешают женщине отправиться в спортзал? Ну, наверное, самая главная причина, человек просто не может начать. Главное начать. Главное сделать шаг, перебороть себя и пойти. Либо найти, например, соратника, подружку, которая пойдет за компанией хотя бы. На самом деле это потом втягивает и уже не отпускает. И все, и никуда. Это не только развлечение, но и увлечение на всю жизнь получать. Да, потому что виден результат и уже не хочется возвращаться обратно. Ну, я знаю, что вы сегодня пришли не поговорить к нам, а показать, скажем, несколько секретных упражнений, которые помогут каждой из нас сохранить свою фигуру. Да, я покажу несколько упражнений. Аплодисменты. Анастасии. Фитбол, я думаю, есть практически у каждого дома, поскольку и дети очень любят мячи. И, да, покажу общеукрепляющее упражнение на спинку, на ягодицы и на мышцы кора. Начнем, наверное, со спинки. Расположение ног на ширине бедер. Спину сразу выпрямляем, лопатки соединяем вместе. И на выдохе делаем наклон, руки вытягиваем вперед. Прожимаем спинку и возвращаемся в исходное положение. Здесь очень хорошо можно прочувствовать разгибатели спины. Также включаются дельтовидные мышцы, плечи работают, очень крепляется спинка. Упражнение достаточно тяжелое, но если выполнять это не единожды, а несколько раз, допустим, да, то спина выровняется и будет ровненько. Можно еще зафиксировать впереди перед собой ручки, поддержать себя в статике, чтобы прочувствовались все мышцы абсолютно. И спинка раскроется и будет прямой, здоровой, ровненькой. Покажи еще одно упражнение на ягодице, оно тоже сложноватое, но можно попробовать дома. Ножку кладем на мяч. При этом смотрим, чтобы стопа лежала на мяче, а коленка была свободной. Опускаемся вниз и коленкой стараемся коснуться до мячика и возвращаемся в исходное положение. Здесь очень хорошо чувствуются ягодичные мышцы и битек с бедра. И также работает спинка, потому что нам нужно балансировать и держать себя в ровном положении. Это одно из упражнений, которое требует немножечко подготовки. И последнее упражнение мышцы кора укрепляет. Начнем с коленок. Локтями опускаемся на мяч. Стоим на коленках, чтобы потом сбалансировать и выставить себя в планочку. Возвращаемся в планочку. Удерживаем себя в таком положении. Это же так хорошо для пресса. Да, это очень хорошо для пресса и для спинки. И чтобы до конца уже включить прямые мышцы пресса, коленочки просто опускаем вниз и возвращаем в исходное положение. Делаем на сокращение выдох, на максимальное напряжение. И можем еще немножко подержать себя, удержать, чтобы прочувствовать до конца все мышцы. Это такой маленький комплекс. Спасибо. Я хочу предложить нашим телезрительницам сейчас повторить это дома. Действительно, упражнения вроде бы простые, но, наверное, все-таки очень эффективные. Очень эффективные, поскольку мяч очень требует баланса и не сильно, слегка будет с ним работать. Анастасия, скажите, пожалуйста, но ведь фитнес наверняка не единственное ваше увлечение. Чем вот после спортзала еще занимаетесь? Ну, я очень люблю современную хореографию. И если есть возможность, я, конечно, отдаюсь полностью и с душой своему второму увлечению. Это танцем? Это танцем, да. Спасибо. Спасибо, что пришли сегодня в нашу студию. Аплодисменты для вас. Спасибо. Присаживайтесь к нашим зрителям. Дорогие друзья, наша программа вот так вот и подходит к своему логичному завершению. Я думаю, что самое время спросить у Алины. Так что можно и чего нельзя делать вот с такими красивыми ногтями? И покажите, расскажите, что, ну, действительно, очень красиво, что получилось. Рассказывайте нам. Видно, скажите, и так все, да, что тут говорить. Да, полностью готический дизайн. То есть для праздника Хэллоуин подойдет отлично. И вот эти ваши линии, да, которые сейчас модны, все здесь сохранено, все тенденции. Можно делать любые варианты, все, что клиент задумает, все фантазии. Понравилось? Можно, возможно. Я смотрю нашим зрителям, понравилось. Ну, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Так, а что можно, чего нельзя делать с такими ногтями? Как вообще сохранить такой рисунок подольше? Самое главное это после того, как сделана процедура либо наращивания, либо покрытия гель-лаком, не допускать намокания ноготков первые 2-3 часа обязательно. Как у вас после стоматолога, да? Да, ни бассейна, ни сауны, то есть никакой воды 2-3 часа. И, в принципе, 3 недели или больше сохранится подобный рисунок? Можно и дольше. Естественно, работа по дому, все это только в перчатках. То есть бережем. Скажите, вам было комфортно работать в прямом эфире? Да. Да? Понравилось? Потому что вы мастер. Вот эти аплодисменты для вас. Спасибо. Алина, и если можно коротко, какие общие рекомендации по уходу за руками, за кожей, за ногтями в осенний период вы дадите нашим телезрителям? В осенний период. Первое, то, что мы можем чем себе помочь, это надеть перчатки на улицу. Питательный крем. Не увлажняющий, а питательный. В холодное время это обязательно. Спасибо. Ну и салонные процедуры, запечатывание ногтей очень хорошо защищают. И парафинотерапия для кожи рук, омоложение очень хорошо. Особенно осенью. Спасибо вам большое. Спасибо. Алена, покажите, пожалуйста, нашим зрителям, что получилось. Ого, да, так и хочется сказать. Вот наша Ирина прямо сказала, ого. Аплодисменты. Это называется боди-арт. Действительно очень интересно, очень красиво. Как бы вы сами прокомментировали свою работу? Ну, я надеюсь, что мы попали как бы в общий стиль, как-то вот захотели к вам влиться. И мы, надеюсь, ну, немножечко влились. То есть, вы знаете, мне очень жаль, что в этой модели была сегодня не я, в следующий раз, я думаю, да, мы попробуем это сделать что-то на ведущей, чтобы уже так влиться, так влиться, что называется, да, в нашу программу. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, когда можно смывать? Ну, наверное, скоро. Ну, хотя я, нет, она уже говорит такая, пойдем. Да, пойдем. В принципе, ну, ночь можно? Конечно, нет. Две? Нет, почему? Ночь, сутки это можно. Сутки спокойно можно ходить с таким рисунком. Да, 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 оно не пачкается, у него такая приятная фактура, структура. Спасибо большое. Олесь, я так понимаю, что мы лоскутное одеяло тоже как бы начали, а уже заканчивать его будем или на курсах, или наш телезрительница самостоятельно, да? Скажите, какие советы, рекомендации вы дадите нашим телезрительницам, которые очень заинтересовались лоскутным шитьем? Я бы сказала, никогда не бойтесь, приходите, пробуйте, у вас все получится. Дорогие друзья, вы знаете, вот очень радует, что сегодня зрители нашей программы были не только женщины, хоть и говорили мы про женские увлечения. Очень-очень активны были наши мужчины. Одно из последних сообщений от Максима. Всем привет, привет, и вам Максим тоже. Приятно смотреть на женщин, которые занимаются рукоделием, которые что-то делают. А у меня жена и дочка увлекаются алмазной вышивкой, и очень красивые картины получаются. Максим, ну, честно, спасибо. Спасибо за то, что проявили внимание к женскому хобби, я бы так сказала. Ирина, что посоветуете женщинам, которые до сих пор не нашли своего хобби? И вообще этот вопрос могу адресовать всем. Если до сих пор не нашли свое хобби, может быть, стоит вспомнить, что нравилось в детстве. И, возможно, это очень близко к вашему хобби. Можно присмотреться к сегодняшним талантам. И таланты можно развить в хобби, да? Ну, в крайнем случае. Может быть, к вам вы что-то делаете, и люди говорят, как здорово у тебя получилось. Может быть, это можно расширить в хобби. Или в крайнем случае можно протестироваться и узнать, что же ближе. Спасибо большое. Кто еще может дополнить? Что посоветуем нашим женщинам? Шить, шить. Пробовать, наверное. Так, пробовать и путем проб и ошибок понять, что конкретно вам для души подходит. Если не попробуете, никогда не узнаете. Спасибо большое. Спасибо за эти ценные рекомендации. Ну что ж, дорогие друзья, у каждой женщины должно быть хобби. Так считают эксперты доброго вечера. Можно шить, кроить, кулинарить, рисовать на теле, маникюрить или качать пресс. Главное, делать это для себя, лучше для кого-то и с душой. Это был «Добрый вечер, Гумель» с Натальей Волынец. Мы желаем все вам прекрасного вечера, очень интересной, насыщенной жизни. И до новых встреч в эфире. Спасибо.